В коробке карандаши не все одной длины и не все одного цвета. Докажите, что в этой коробке есть два карандаша, отличающиеся и по цвету, и по длине. Далее. Имеется коробка с карандашами. Два параметра. Цвет и длина. В коробке не все карандаши одного цвета и не все карандаши одной длины. Докажите, что там обязательно есть два карандаша, которые отличаются и по цвету, и по длине. А сколько раз в цвету? Мы не знаем. Ну, минимум два. Но может быть и больше. И длин тоже мы не знаем сколько. Может быть две длины и может быть больше. Не знаю. Значит, мы найдем коробки два карандаша, которые в лесу мы сразу же учатся и по длине и по цвету. Да, это наша цель. Найти два таких карандаша. Да, да, да. Вот здесь вот шепчут логическая задача. Ну, если угодно так громко называть, то да. Да? Что-что? Сломать. Я понимаю. То есть, может быть, раньше их не было, но теперь уж точно будут, да? Не то. Требуется доказать, что тут уже есть. Не то, что вы придете, все разломаете, и они появятся. Но, что уже есть, да? Может просто писать по цвету разные карандаша, а потом мы увидим, что они еще разные. У нас нет коробок, у нас перед нами лежат карандаши. Ну, тут получается, все логично получается. Если они не все одинакового цвета, значит, есть кто-то какой-то разного цвета. Если все одинаковые размеры, значит, есть одинаковые размеры разного цвета и разного размера карандаши. Ну да, есть отдельно два карандаша разного цвета, обязательно. Есть отдельно два карандаша разного размера, обязательно. Но так будет четыре карандаша. А вам говорят, почему можно обойтись двумя карандашами, чтобы они одновременно были бы и разного цвета, и разного размера. Надо было бы взять два карандаша разных цветов, а разного размера, и разного длина, и много длина. А если в коробке только два карандаша, то тогда они обязательно должны быть? Это правда. Если в коробке только два карандаша, то они обязательно будут и разного размера, и разной длины. Ну, ну и что? А вдруг там не два карандаша? Да? А если там больше, чем два карандаша, то это ничего не дает? На самом деле мысль близко к решению уже прозвучала, что мы можем взять и посмотреть на два, например, карандаша разного цвета. Действительно можем? Да. А почему он будет другого? А вдруг самый короткий из всех карандашей будет того же цвета, что самый длинный из всех карандашей? Кажется, мы можем еще один. Да? Это маленький и средний. А что такое средний? Это небольшой и маленький. Не понимаю. Давайте я все-таки нарисую. Смотрите, пусть у нас с вами имеются карандаши, например, красный и синий. Ну, неважно же, как называть цвета. Пусть имеется красный карандаш и имеется синий. Ребята, смотрите. Правда ли, что если эти карандаши разной длины, то задача уже решена? Да. Нет. Почему нет? Потому что если один красный, другой синий. Если так получится, что выбранные нами карандаши разной длины, то мы уже все, что надо, сделали. Так? Да. Да, отлично. Значит, единственный случай нам надо посмотреть, когда они на самом деле оказались одной и той же длины. Вот, мы, смотрите, уже что поняли. Плохо для нашего решения, когда есть два карандаша одинаковой длины, один из них красный, другой синий. А теперь внимание. Вы же помните, что не все карандаши одной длины, правильно? Это значит, что есть еще третий карандаш, который что? Договорим. Который отличается по длине от этой длины. Ну, я не знаю, длиннее он или короче, но пусть на пример короче. Есть варианты. Либо он зеленый, ну или, не знаю, фиолетовый, черный, какой угодно, отличающийся по цвету. И тогда с любым из них он даст то, что нам нужно. Согласны? Либо он один из них. Либо он один из них. Ну, например, пусть он позже красный. Тогда можно поставить его синий. Тогда объединяем вот так. А если он синий? То объединяем его. А объединяем его? Тогда объединяем вот так. А если он нашли? В любом случае пару нашли. Услышали? Да. Услышали. Следующая задача на ту же самую тему, но в случае, когда у нас нет два, а три. В некотором магазине имеются платья трех фасонов. Круглые. Так, девушки, вы меня извините, но, как сказано, так сказано. Треугольные. Это не потому, что я специалист по платьям, а просто так проще рисовать. И квадратные. Договорились? Платье трех. Вот. И трех цветов. Давайте. Белое. Синее. И красное. Задача. Может ли так быть? Что невозможно на витрину поставить три платья, отличающиеся и по цвету, и по фасону. Вы смотрите. Конечно, можно было бы каждого вида поставить по одному платью, но тогда слишком большая будет витрина. Хозяин магазина знает следующее, что у него присутствуют три цвета. Он знает, что фасоны бывают и тоже трех видов. И мечтает. Поставлю на витрину три платья. При этом одно из них будет круглое, другое треугольное, еще одно будет квадратное. И при этом какое-то из них будет белое, какое-то будет синее, какое-то будет красное. Вопрос. Всегда ли он так сможет сделать? Нет. Нет. Кажется, пример? То есть задача на самом деле вот какая. Если у нас есть белое круглое платье, то давайте здесь ставим крестик или звездочку. Ну, как бы значочек тут есть. Задача такая. Расставить звездочки, чтобы в каждой строчке была бы хотя бы одна звездочка, чтобы в каждом столбце была хотя бы одна звездочка, и чтобы при этом нельзя было бы выбрать три звездочки, которые все в разных столбцах и все в разных строчках. Имеется некоторый магазин, в котором продают платье, ничего, кроме платья. Платья бывают круглые, треугольные, квадратные. Вот условно три фасона. Платья бывают белые, синие и красные. Три цвета. Вопрос. Может ли так случиться, что мы не сможем на витрину поместить три платья, чтобы они все были разного цвета, и чтобы они были все... О, я придумал. Я придумал. Я из этого сделаю любовную задачу. Договорились? Это у нас будут не цвета, а это у нас будут девушки. Ну, я не знаю, кто там бывает. Белла, Софья, Петерик. Договорились, да? Вот. Это будет круглов, треугольников и квадратов. Это будут три мальчика. Значит, если девушка и юноша, значит, нравятся друг другу, там ставим звездочку. Может, вам так легче будет решать. Что-то на платье у меня не гораздо. Давайте про любой круг задачи. Вот. Задача. Если известно, что у каждой девушки есть хотя бы один желанный юноша, и у каждого юноши есть хотя бы одна девушка, которая ему нравится. Да, взаимность, естественно. То есть, если где-то стоит звездочка, значит, что не бывает так, что он ее любит, а она его нет. Давайте будем считать, что все взаимно. Так вот, задача. Всегда ли можно выбрать три пары? Так что все будет хорошо. Уже понятнее объяснять тебя не умеет. Нет, не всегда. Если он, конечно, не всегда. Почему? Ну, потому что, допустим, одному брать... Без допустим. Выйди, поставь эти звездочки. Ну, брать, чтобы... Дальше, дать, ты поставь звездочки без комментариев. Ну, все, все. По-тречию, я поставить не могу. Пусть надо принять квадрату, мне нравится, Катерина. Ну, хорошо. Но тогда получится, что у квадрата вообще нет ни одной трюмины. Да. Так, нельзя в условии задачи. Значит, не нужно. Ну, все. Значит, вы не решили задачу. Садитесь. Вы не поняли, о чем вы говорили. Надо, чтобы выбрать три звездочки. Все в разных столбцах и все в разных диагоналях было бы нельзя. Но при этом, чтобы в каждой строчке и в каждом столбце звездочка хотя бы одна должна быть. Ставь крестник. Не надо звездочку долго рисовать. На это время тряпится. Дальше. Так. Здесь как раз можно выбрать. Вот эти три крестика выбрать можно. Садитесь. Здесь как раз вот эти три крестика, они расположены в разных строчках и в разных столбцах. А надо, чтобы именно такие три крестика выбрать было нельзя. Так. Это, конечно, замечательно с точки зрения круглого. Но, к сожалению, эти у вас остались всего, а так нельзя. У каждой девочки есть хотя бы один желанный человек. Но точно так же и у каждого мальчика. Здесь вы о девочках позаботились, а о мальчиках почему-то нет. Так нельзя. Стоп. Все. Уже неправильно. Именно это запрещено. Так не понял условия. Поставить крестки, звездочки, что хочешь. Так, чтобы нельзя было выбрать три крестика, расположенные в разных строчках и разных столбцах. Но при этом, чтобы в каждой строчке был бы крестик и в каждом столбце. Только три крестика. Почему? Может быть и больше? Пожалуйста, пожалуйста. Уже можно выбрать. Вот они. Ваши три штуки в разных строчках и в разных столбцах. Садитесь. Так. Ребята, разрешили. Давайте посмотрим внимательно, для чего он догадался. Смотрите. У нас есть круглок. Он не может войти больше, чем в одну пару. Согласны? И у нас есть Софья, как ее назвали? Она тоже не может войти больше, чем в одну пару. Но заметьте, если мы круглого взяли, то все, уже эти два крестика, оба ушли. Если мы ее куда-то возьмем, то эти два крестика тоже оба уже нельзя. Соответственно, действительно, три штуки не получается взять. То есть, смотрите, чтобы этому мы обязаны взять это, да, согласны? Но после этого обнаруживается, что треугольник уже нельзя, потому что тогда у нас будет два крестика в одном столбце. Отлично. Между прочим, он мог даже еще один двести поставить от этого в кружку. Согласны? Да. Вот. Ну что, отлично. Может быть, вот так вот будет кому-то понятнее, если я нарисую. Вот такая вот система, да? То есть, имеется круглов, которые всем нравятся, и имеется девочка, которая тоже всем нравится. А больше никто никому. И беда, потому что, когда вы с ними разберетесь, с ними двумя, то больше уже нельзя будет из кем. Договорились? Договорились. Отлично. Продолжение этой же задачи с большими числами. На этот раз восемь мальчиков и восемь девочек. Каждый мальчик знаком не менее, чем с двумя девочками. Каждая девочка знакома не менее, чем с двумя мальчиками. Скажите, может ли так быть, что нельзя образовать восемь пар, где в каждой паре мальчик и девочка, и они знакомы друг с другом. В общем, ребята, такая же задача, как была у нас в про три, только для случая, когда восемь мальчиков и восемь девочек. И повторяю, при этом, у каждого мальчика минимум две знакомые девочки. Проще говоря, в строчке в любой хотя бы два крестика. И в столбце в любом хотя бы два крестика. Можно идти больше? Конечно. Можно идти больше. Задача так расставить крестики, чтобы нельзя было бы выбрать восемь крестиков, чтобы они все были в разных строчках и чтобы они все были в разных столбцах. Если кто-то хорошо подумает про предыдущую задачу, то и эту тоже вы сможете сделать. Да. Так. Имеются две девочки-красавицы, которые всем нравятся. Так. Слушай, ты ведь правда решил? Молодец. Молодец. Ребята, смотрите, для чего он догадался. Все, все, но комментарии не нужны. Все, решение. Он догадался действительно простой вещи. Так же, как у нас здесь был мальчик один и одна девочка. Такие особые. Так сделаем здесь двоих. Два мальчика и две девочки. Между прочим, можно было ту же самую картинку по-другому чуть-чуть нарисовать. Если, смотрите, если бы мы вот эту штуку взяли бы здесь и вот этот столбец взяли бы здесь, тогда у нас получилась бы такая вот каюшка. Поняли, да? Получилась бы такая вот, все граничные поля доски мы бы отметили крестиками. И ситуация очень простая. Смотрите, когда мы берем наши пары, ну, скажем, вот для этого мальчика, не знаю, кого-то там возьмем, то, смотрите, у нас все эти восемь штук уже больше не могут нам годиться. Дальше, для следующего мальчика возьмем что-нибудь, ну, какую-нибудь. Вот, у нас все вот эти тоже больше не могут, да, ни на что. Дальше, для этой девочки возьмем, неважно, какого мальчика, и при этом все это уже больше не может быть использовано. И там для этой девочки возьмем какого-нибудь мальчика, все, больше, и все. В результате четыре пары образовать можно, а больше, чем четыре пары никак образовать не получится.